У нас сложилось вывоза мусора в городе Пушкина, да? И сейчас у нас сектора и, соответственно, жилой сектор, да? Я думаю, что Александр может начать. Можно я спрашиваю, Сергей Михайлович? Мы вот недавно делали сюжет, очень много людей не согласны с тем, что надо теперь каждому самолично заключать договор. Вот, вот. Я понимаю, что вы не можете их силком заставить, но вы можете как-то, не знаю, повлиять или какую-то более развесительную работу. Будете правильно? Будем, конечно. Давайте я вам расскажу в целом о ситуации, которая сегодня происходит в Пушкинском районе с вывозом мусора. До 2016 года обязанность по организации вывоза твердых коммунальных отходов полностью лежала на администрации. Сегодня мы должны участвовать в организации сбора и вывоза твердых коммунальных отходов. Значит, что у нас происходило до 1 января 2016 года? Администрация закладывала деньги на борьбу с так называемыми стихийными свалками, а по факту выставляла контейнеры на площадках, обустроенных в частном секторе. И за счет бюджета обслуживала эти площадки. Конечно, было выгодно бесплатно принести мусор на организованную площадку, выбросить ее и вывезти за счет бюджета. Значит, мною было принято решение с 1 января 2016 года прекратить эту практику, поскольку за 15-й год только за один бюджетных денег на это было потрачено более 100 миллионов рублей в районе. У нас существует с вами 191 закон Московской области, который обязывает сегодня жителей частного сектора заключать договор с мусоровывозящей компанией. Без этого мусор вывозится либо за бюджетные деньги, либо, что очень распространено было в частном секторе, за счет жителей многоквартирных домов. Потому что жители частного сектора практиковали привезти свой мусор, там где не были обустроены контейнерные площадки, в места, где они были обустроены для жителей многоквартирных домов. И, по сути, жители многоквартирных домов, в том числе бюджетных ассигнований, оплачивали вывоз мусора из частного сектора. Это, во-первых, незаконно, во-вторых, просто неправильно, по-человечески неправильно. Почему одни люди должны платить за вывоз мусора других людей? Значит, в этой связи с 1 января я принял решение, что в 2016 году мы бюджетные деньги тратить на вывоз мусора из частного сектора не будем. В связи с чем все контейнерные площадки в частном секторе именно были ликвидированы. Еще по старой привычке люди, конечно, помня о том, где они были, выносят туда мусор. Но мы сейчас проводим очень массированную, масштабную информационную работу для того, чтобы объяснить жителям нашего района, каким образом мы предлагаем осуществлять эти действия. Варианта 2. Это либо договор прямой с мусоровывозящей компанией. В этом случае мусоровывозящая компания будет обеспечивать жителя частного сектора контейнером будет подписан график, в какое время и с какой периодичностью этот мусор будет увозиться от домовладений. Тогда будут выставляться счета по факту вывезенного мусора, по его количеству и объему. Значит, и второй вариант – это договор публичной оферты, когда житель имеет право купить той или иной компании пакет для вывоза мусора. Здесь договор не нужен. Сам факт того, что житель купил именно этот маркировочный пакет, говорит о том, что он может сдать свой мусор именно этой конкретной мусоровывозящей компании. И заключением договора как раз будет, свидетельством, вернее, заключением договора, как раз будет являться чек за этот пакет. Все, мусор оплачен. На сегодняшний день у нас с вами центр города, западную сторону, Мамонтовку, обслуживает компания ИКОН. Эта компания уже начала активную работу с частным сектором в том числе и предлагает купить свои пакеты. По этому поводу очень много сейчас даже шуточных постов по поводу цвета этих пакетов. Но, тем не менее, есть 30-литровые пакеты, которые стоят 20 рублей, и есть 60-литровые пакеты, которые стоят 40 рублей. Вот сам факт приобретения этого пакета уже свидетельствует о заключении договора. В этой ситуации, когда житель купил пакет, он должен будет привезти свой мусор на пункт сбора. Да, это несколько неудобнее, чем ранее рядом с домом стоящая мусорная площадка. Но никто не исключает возможность жителя заключить, опять же, прямой договор с мусоровозящей компанией и пойти по первому пути, когда мусоровозящая компания будет вывозить этот мусор непосредственно из домовладения. У нас сегодня работает в городе три мусоровозящих компаний. Это компания «Экон», как я сказал, которая обслуживает центр, Мамонтовку, западную сторону. Компания «Эпеникишин», которая обслуживает заветы Ильича. И компания «Спецстрой-17», которая обслуживает Звягина, Клязьму. То есть, вот частный сектор, если посмотреть на карту, нижнюю часть города. Собственно, все три компании сегодня начали плановую работу с частным сектором по заключению договоров и по предложению приобретения пакетов. Вот что происходит сегодня в городе. О том, где можно приобрести эти пакеты, где находятся адреса и офисы этих компаний, мы обязательно в ближайшее же время разместим всю информацию на всевозможных порталах, на сайте администрации, во всех соцсетях, чтобы у людей появилась возможность прийти и заключить этот договор. Дабы прекратить все инсинуации по поводу того, что призывают складывать мусор у подъездов, закрыли или убрали все оборудованные площадки от территории многоквартирных домов, хочу сразу это прекратить и сказать, что никто эти площадки не убирал. Сегодня компания ИКОН переоборудует эти площадки для чего? Учитывая, что, конечно же, проще не заключать договор и бесплатно привезти к многоквартирному дому свой пакет с мусором, сбросить его и заплатят за вывоз этого мусора жители многоквартирного дома. Справедливо? На мой взгляд, очень несправедливо. Соответственно, дабы избежать этого, а компания ИКОН, чтобы вы понимали, выставляет счет управляющей компании, обслуживающей многоквартирный дом, соответственно, этот счет потом ложится бременем на плечи жителей многоквартирного дома, по факту вывоза конкретного объема мусора. И каждый пуп имеет свою стоимость. И одно дело, когда компания выставляет счет за вывезенный мусор многоквартирного дома, и совершенно другой объем, когда жители ближайшего частного сектора увеличивают этот объем в два раза. Так вот, сегодня компания ИКОН переоборудует контейнерные площадки многоквартирных домов для того, чтобы сделать доступ к ним невозможным со стороны. У каждого жителя многоквартирного дома будет свой чип. Эта работа уже сегодня ведется. Многие уже получили такие электронные чипы, которые позволяют открыть контейнерную площадку, зайти, выбросить свой мусор. Там, где есть мусоропроводы, люди будут пользоваться мусоропроводами. И в ежедневном режиме, дабы санитарные требования все соблюдать, будет вывозиться мусор из специально оборудованных помещений, где стоит контейнер под мусоропроводами. Регулярно будут обрабатываться, с санитарной точки зрения, по всем нормам все эти помещения. И крупногабаритный мусор будет вывозиться по графику, мы согласовываем сейчас этот график, по мере необходимости будут предоставляться большие контейнеры, и будут вызываться машины под крупногабаритный мусор. Вот что происходит сегодня в горы. Мы говорим о том, что мы пытаемся взаимоотношения жителей частного сектора, да и вообще всех жителей нашего района, города Пушкина, привести в рамки правового поля. Бюджет не должен быть использован по нецелевому назначению. Мы не имеем права платить из бюджета средства за вывоз мусора из частного сектора. И эта обязанность возложена законодательно на каждого жителя нашего района. Хочу сразу обратить особое внимание жителей, что по закону о государственном административно-техническом надзоре, в котором предусмотрены штрафные санкции за выброс мусора в неположенных местах, а учитывая, что мы ликвидировали контейнерные площадки, эти места не будут больше являться организованными местами для сбора мусора. Предусмотрены штрафы для физических лиц от 4 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц от 30 до 50, и для юридических лиц от 300 до 500 тысяч рублей. С сегодняшнего дня у нас начинаются совместные рейды вместе с сотрудниками Госадомтехнадзора и сотрудниками полиции, где мы будем привлекать к административной ответственности граждан, не исполняющих законодательство. Вот какие усилия сегодня принимает администрация для наведения порядка в сфере вывоза мусора. Если есть вопросы, я готов на них ответить. Вы отметили, что сейчас действительно жители очень активно попросили на эти изменения, и в соцсетях называют ее или мусорной революцией, или голубой революцией последних пакетов. У И.Б. Никишина они будут оранжевые, он тоже уже отреагировал на цвет пакетов. Вы знаете, цвет пакетов мы не определяем, но сровозящая компания самостоятельно решает эти вопросы. На самом деле проблема эта возникла не вчера, а не сегодня, и решать ее пытались и прежде власти, в том числе и городская администрация. Я знаю, что проводилась работа по заключению договоров между администрацией, мусорной водящей компанией и жителями частного сектора. Более того, процентов 20-30, я просто присутствовал на совещании, когда озвучивались еженедельные эти цифры, 20-30 процентов у жителей уже были заключены на эти договора. Вот сейчас эти договора аннулированы, недействительные, потому что людям, по крайней мере, до недавнего времени приходили какие-то платежки и квитанции. Сейчас это дело аннулировано. Нет, ничего нет, подождите, да, почему? Мы ни в коем случае не собираемся игнорировать положительный опыт. Мы в обязательном порядке будем развивать эту систему. А развитие – это ни в коем случае не прекращение того позитива, который сегодня существует. Значит, те договоры, которые сегодня заключены у жителей, будут проревизированы. Мы не знаем компании, с которыми заключены эти договоры, и не понимаем, они работают на нашей территории или нет. И как его? Конечно. Вот я знаю абсолютно точно на примере микрорайона Завета Ильича. Там люди получают, у меня просто есть жалоба на этот счет, там люди получают счет за вывоз мусора, непонятно, какая компания его вывозит, потому что сам вывоз никем не осуществляется. Я не беру сейчас и по Никишин. Я говорю сейчас о компании, которые люди должны платить, и которые выставляют счета. По факту, этой компании в городе нет. Есть другие примеры. Поэтому у нас сейчас идет ревизия этих договоров, для того, чтобы понять, кто работает по этим договорам, кто нет. Кто выставляет эти счета? Мы в обязательном порядке каждый счет проверим. В обязательном порядке поймем, работает эта компания или не работает на территории города или район. И после того, как у нас будут полные данные, соответствует выставленный счет той услуги, которая оказана или нет, мы будем в каждом конкретном случае принимать решение. Аннулировать ли этот договор? Предложим ли жителям заключить новость другой компании? У жителя, поймите, мы никого не толкаем в руки конкретной компании. Житель вправе заключить договор с любой компанией. Я это подчеркиваю. Мы не являемся аффилированной структурой какой-то мусорной компании. Не заводим какую-то свою мусорную компанию. Сегодня на территории города работают компании, которые мы знаем, которые сотрудничают с администрацией, которые реагируют в том числе на жалобы жителей. Когда люди обнаруживают какую-то свалку в том или ином месте, мы, естественно, даем поручение этим компаниям, работающим на территории города, в зоне их ответственности, поехать и навести порядок. А есть компании, которые не работают, но работают в соседних районах, например. Жители вправе самостоятельно сегодня определить компанию, с которой сотрудничают. Пользуясь случаем, что здесь присутствуют все СМИ, что мы можем советовать нашим пользователям, слушателям, читателям, зрителям? Не оплачивать пока временные квитанции, которые им предоставляют. Скорее всего, я так думаю. Почему? Потому что и раньше, допустим, договор был заключен с мусороводящей компанией. Жители платили, внесли свой мусор в эти контейнеры, которые фактически являлись несанкционированными свалками, за которые еще платил деньги бюджет города. То есть получается, что плата шла двойная? Правильно, бывали такие случаи. Именно такие случаи бывали, именно такие случаи мы и хотим сегодня предотвратить. Когда мусороводящие компании, скажем так мягко, не очень честно вели игру с администрацией. Когда получали деньги и из бюджета, и заключали договор с гражданами, и собирали повторно эту плату. Ни один житель мне так и не дал, кто жаловался, этот счет именно в 16-м году. То есть вот сколько было обращений, дайте мне, чтобы я разобрался, какая компания, на каком основании, почему выставлять счет, если она не работает. Та компания, которая работала, она 31 декабря расторгла договор с ЕФЦ городским, который выставлял счета. Все правильно. У нас на 16-й год, по нашим данным, нет выставленных счетов. То есть официально нет нарушения? Вот я обращаюсь сейчас к жителям. Если вдруг у вас есть счета, выставленные за 16-й год, принесите их к нам. И мы проверим, насколько легально они выставлены, и есть ли договор под этими счетами. Еще такой вопрос. На самом деле, жители частного сектора, большинство жителей частного сектора согласны с тем, что они должны оплачивать розы за свое мусоро. И когда мы раньше поднимали этот вопрос, то они говорили, объясните нам, как нам это делать. Сейчас администрация разработала четкий алгоритм. Мы опубликовали статью, где все это подробно расписано, опубликован график сбора пакетов и так далее. Становится более-менее понятно правила игры, назовем, скажем так. Так совпало, что вчера мы опубликовали еще одну интересную статью, жителя Завета Ильича, Андрея Белест, где он, в целом поддерживая решение администрации, задает ряд вопросов, которые возникли у жителей частного сектора. И он попросил вопросы, которые заданы в этой статье, считать официальным обращением к администрации с просьбой на них ответить. Я уверен, что вы, надеюсь, что вы видели эту статью, эти вопросы, но тем не менее, коль мы здесь собрались, некоторые из них хотел бы назвать. В частности, Андрей считает, что крайне малая информация, для чего это делается, меняется эта система сбора мусора, какие преимущества дает новая система и как складывается цена за услугу. А с формированием цены экономика для жителей не совсем понятна, потому что они начинают говорить, не понимая все эти вопросы, что тот же самый пакет мусорный, если его купить в Ашане, стоит в разы дешевле. Когда им говорят, что сюда заложена стоимость вывоза мусора, еще не только стоимость этого пакета, они начинают говорить, что там 60 или 20 литров мусора для меня много, я буду заполнять не полный, а платить как за полный. Для того, чтобы заполнить этот мусорный пакет, мне придется несколько дней его копить, это на нарушение санитарии и гигиены и так далее. То есть вопрос, я не предлагаю сейчас, если нет возможности ответить сразу на него, но может быть последующий из СМИ. То есть как сформирована цена за эту услугу и объяснить, как это скажется на каждом конкретном человеке. То есть что эти средства, сэкономленные из бюджета, они пойдут на развитие дорожей дорог в частном секторе или еще куда-то. Но это уже проще. Второй вопрос, который Андрей задает, это порядок вывоза крупногабаритного мусора из частного сектора. То есть с бытовым мусором более-менее понятно. Кстати, вопрос о сортировке мусора, который поднимался некоторое время назад. Будет ли мусоровозящая компания вывозить мусор в жестяные бутылки, бумагу, картон, который можно утилизировать и, допустим, иконку переработку осуществляет, вывозиться бесплатно? Или от этого варианта отказались? Так и я могу ответить тебе. Давайте так, подробный ответ мы пришлем для опубликования вам на сайт. Андрей Владимирович вот этим как раз займется. Сейчас вкратце по порядку. Что касается формирования цены. У нас существует тариф по вывозу мусора от многоквартирных домов. Есть стоимость вывоза каждого куба. Исходя из этих тарифов формируется цена за пакет. Я согласен, мы уже не первый раз сталкиваемся с ситуацией, когда люди говорят о том, что пакет в 60 литров для людей многова. И люди хотят иметь пакет поменьше. Мы уже озадачились этой проблемой. И сегодня ставим перед мусоровозящими компаниями задачу эту проблему решить. Поскольку должны быть не только два пакета. Но если бабушка живет одна в частном секторе, конечно, для нее 60-ти, да даже 30-ти литровый пакет, это на две недели вперед. Нужно иметь пакеты, начиная от 5-ти, может быть, 10-ти литров объема. Соответственно, эту задачу мы уже поставили как приоритет в решении ближайшее. Дальше. По тарифам. По тарифам полный расчет сделаем. Пришлем вам, чем руководствуются мусоровозящие компании, определяя ту или иную стоимость пакета. Сюда же заложен, действительно, как вы правильно сказали, вывоз мусора. Что такое вывоз мусора? Это, во-первых, талон на утилизацию. Во-вторых, на полигоне. Во-вторых, это зарплата водителя. В-третьих, это горюче-смазочные материалы. Амортизация самого транспортного средства. Налоги, конечно. То есть, вот из этого всего складывается тариф. Поэтому такая цена. И, как я уже говорил, варианта два. Либо купить пакет и не заключать договор и носить на конкретный пункт сбора мусора той или иной компании этот пакет. Потому что другие пакеты они не будут принимать. Конечно, купив за 15 копеек пакет в Ашане, принести его на пункт сбора мусора Экона, Экона его просто не возьмет. Понимаете, да? Значит, что касается... Какой там второй вопрос? Раздельно. Это к вопросу об общем уровне культуры. Почему в Ивантеевке сегодня люди уже пошли дальше и говорят не о том, что нужно заключить договор человеку с мусоровозящей компанией. У них это пройденный этап. Они как раз уже начали вопрос повышения уровня культуры населения. И сегодня в Ивантеевке идет раздельный сбор мусора. Они сегодня его уже на стадии квартиры или частного домовладения начинают сортировать. И отправлять в переработку. Конечно, это тоже мусор. И бесплатно его никто вывозить не будет. Раздельно он собран или вместе. Но это общий уровень культуры, который мы стремимся поднять. В том числе в нашем Пушкинском муниципальном районе. Ихалыч, Экона, чтобы заинтересовать людей на раздельный сбор мусора, готов бесплатно принимать стекло, пепреформу, картон. Но это надо привозить к ним? Да, они учил сражения, они это будут принимать бесплатно. Или это в рамках графика сбора мусора можно выставлять? В рамках графика. А там не выставлять, а там передавать. То есть машина будет находиться определенное время. Если сборщик видит, что это картон, он решает принимать бесплатно. В другом пакете. Да, в другом пакете. Мы сегодня с чем еще столкнулись? Значит, жители ряда районов говорят нам о том, что не очень удобное время. Экона определил 11 часов дня. Не все в это время могут приехать привезти мусор, поскольку люди работают и так далее. Сейчас мною дано поручение моему заместителю, курирующему как раз вопросы ЖКХ, проработать с эконом возможность выработки более удобного времени для граждан. Может быть сделать это дважды в день, утро, вечер. Но мы должны обеспечить возможность людям в удобное для них время привезти этот мусор сдать. Поскольку для экона это вид их деятельности, это род их занятий. И, соответственно, они должны делать это тогда, когда удобно гражданам. А не тогда, когда удобно их. Это тоже был один из вопросов по поводу удобства вывоза. Потому что на примере тех, завета Ильича, им предлагается выносить этот мусор в среду, например, с 10 до 11, когда большинство людей на работе. Или в субботу в 20.00, второй день, когда люди в театрах, еще где-то заняты. То есть просьба, которую я уже в курсе, администрации, изменить совместно с будущими потребителями услуги. График вывоза мусора и маршруты пореза мусора. Возможно, это будет сбор предложений каким-то образом. Может быть, территориальный отдел поработает с населением, чтобы выработать какой-то удобный для... Я как раз только что ответил на этот вопрос. Мы как раз этим озадачились уже. И Андрей Владимирович меня этим занимается для того, чтобы выработать более удобный график для людей. А что служит крупногабаритным мусором? Значит, крупногабаритный мусор. Вы когда-нибудь строились, Александр? Да. Как вы решали эту проблему? Ну, заказывал контейнер. Абсолютно правильно. Ну, люди говорят, что заказывать контейнер, допустим, у него там кресло сломалось, да? Заказывать контейнер ради кресла, это не совсем дорого. Не будут на этом заморачиваться люди. А что будут делать? А вот что делать, я не спрашиваю. Что делать? Сжигать мусор. Сжигать мусор, сжигать, давайте так. Сжигать мусор, закапывать даже на собственной придомовой территории, в частном секторе, в огороде запрещено. Будем выявлять эти случаи и нещадно штрафовать за это. Это нарушение экологии. Мы ни в коем случае закрывать на это глаза не будем. При любом дымке, при любой информации о том, что закапывают мусор у себя на территории, будем немедленно реагировать вместе с сотрудниками полиции и госадом технадзора. И нещадно пресекать эти случаи. В том числе запрещено законом сжигать мусор, в том числе и листвы, и веток, и всего остального. Значит, теперь что касается крупногабаритного мусора. По крупногабаритному мусору это такой же мусор, как и любой другой. Люди обязаны заказать контейнер и вывезти этот мусор, отдельно оплатив эту услугу. Ничего нового никто не запретал. Это половина старого сарая, независимо. Не имеет значения. Нужно заключить договор на оказание этой услуги, либо вывезти в разном порядке. Заказать контейнер, оплатить этот контейнер и вывезти. Сергей Михайлович, у вас есть оценки? Сколько времени приходит на полицию? Когда мусор на улице будет визуально заметен? Недручные случаи? Вы знаете, это же зависит от людей в первую очередь. Если люди разделяют нашу позицию о том, что город должен быть чистый, о том, что мы живем, это наш город, это мой город. Я хочу, чтобы в этом городе было чисто, чтобы мои дети спокойно ходили по улицам и не заразились, и не разносили заразу никакую. У нас же не только здесь пушницы, сейчас начинается дачный сезон, который как бы усложнит цены, задачу. Усложнит, усложнит и приедут. Вы знаете, у нас некая иллюзия складывается о том, что приходит лето и к нам приезжает очень много людей, дачников. Да, есть такие, безусловно. И не могу сказать, что их мало, но разочарую всех. Основная масса дачников, будучи прописанными в Москве, постоянно проживают на нашей территории. Таких большинство, и эти люди уже сегодня в курсе этого вопроса, который мы обсуждаем. Я вам больше того скажу, что основная волна сегодня идет не от наших с вами жителей, а от людей, которые занимаются коммерцией на первых этажах многоквартирных домов, и привыкли бесплатно сбрасывать мусор за счет жителей этих домов. От людей, как раз, живущих прописанных в Москве, которые мотивируя тем, что якобы живут здесь два дня в неделю и только в летний период, а по факту проживают постоянно, поэтому не заключают договор на вывоз мусора, поэтому его не оплачивают. Вот именно этим мотивируя, что только в дачный период и только по выходным. Вот кто сегодня будирует тему. Наши-то с вами жители как раз понимают, что происходит. Они-то как раз за, и у меня очень много писем в поддержку того, что сегодня делает администрация. Потому что люди-то готовы заключать договоры, готовы оплачивать вывоз своего мусора. Но вы представьте себя, вы живете в частном домовладении. Вам нужно этот мусор куда-то вывезти, и люди готовы, чтобы к ним приезжала машина, либо самим куда-то выносить эти пакеты, отдавать, платить за это, и чтобы было чисто. Вот как раз бутируют не наши с вами жители, в том-то и дело. Да, отдельные, конечно, поддерживают их и наши жители, кто принципиально не хочет ни за что платить. Но все, это время закончилось, бюджет не будет тратить на это больше денег. Я всех призываю жить в рамках правового поля. Если мы хотим себя видеть правовым государством, нужно начинать с себя. Давайте соблюдать закон. Сергей Михайлович, вопрос по поводу мусоропроводов. Сейчас во многих многоквартирных домах были заварены мусоропроводы, их сейчас как бы разваривают и говорят жителям, пользуйтесь, как и раньше. Многие против этого. И, кстати, во многих домах мусоропровод законсервировали именно по соображениям санитарии и так далее. Вот с людей здесь как общий язык найти? Есть люди, которые не хотят возвращаться к той системе? Есть. Есть. И мы сегодня очень жестко поставили задачу управляющим компаниям контролировать процесс санитарной обработки мусоропроводов. Мы понимаем, что будут жалобы. Мы понимаем, что люди не хотят пользоваться мусоропроводами в полном объеме. Значит, на сегодняшний день что мы делаем? Там, где есть возможность обустройства закрытой контейнерной площадки, мы будем это делать. Там, где такой возможности нет, но есть мусоропровод, мы все-таки предлагаем жителям начать им пользоваться при соблюдении санитарных норм. Мусоровозящая компания нами, администрации, обязана осуществлять санитарную обработку как самого мусоропровода, так и мест сбора. И мы будем очень жестко это отслеживать. Людей беспокоит состояние внутри подъезда. Мусор, битое стекло, кто-то мимо ведро вывалил, если мимо мусора пробует. Вот состояние внутри. А вот это как раз уровень культуры наших жителей. У нас в каждом подъезде есть старший по подъезду. В каждом доме есть старший по дому. В каждый дом мы сегодня призываем избрать совет дома. Есть общее собрание. Давайте вместе наведем порядок. Администрация самостоятельно не справится с этими процессами без помощи жителей. И мы сегодня жителей призываем нам помочь. Это же ваши жители. Есть совет дома. Вызывайте на совет. Поставьте на вид. Ведь соседи знают, кто сыпет мимо мусоропроводы. Так пусть окажут воздействие общественности. И мы поможем со своей стороны. Приглашайте нас. Мы пригласим госантехнадзор. Пригласим участкового. Проведем профилактическую беседу. Привлечем в конце концов к административной ответственности. Но без помощи общественности нам эту ситуацию не переломить. Мы с ней не справимся сами. И мы этого не скрываем. И мы сегодня открыто обращаемся к нашим жителям. За помощь. Мы просим поддержки в этом вопросе. В противном случае будем продолжать утопать в мусоре. Сергей Михайлович. Хотел продолжить эту тему. Культура и так далее. Выбрасывание мусора. Во-первых, не секрет, что железная дорога частенько перевозят прямо на этой тычке. Их работники мусор выбрасывали раньше в плязь. Там еще какие-то контейнерные площадки рядом с железной дорогой. Сейчас, я так понимаю, их уберут. Но выбрасывать мусор или они пойдут дальше, или все-таки где-то будут его складировать. Это первое. Второе. Особенно летом это заметно. Выбрасывают мусор по дороге где-то, в лесу, еще где-то. Контролировать это очень сложно. Несмотря на то, что Госадмодехнадзор устраивает операции засады и так далее. Я предлагаю каким-то образом пригласить жителей активнее участвовать в контроле за этим. А администрации внимательно обращаться к этим сигналам. Потому что фотографии не раз публиковались в интернете. Люди там видели этих рабочих с мусорными мерками в тамбурах, электричек. Видели, как на платформу они с ними выдастся. Но реакции как таковой я, по крайней мере, о ней не слышал. Мы в обязательном порядке на эти вещи будем реагировать. У нас сегодня разрабатывается план контроля экологической службы. Мы будем совершать совместные рейды вместе с Госадмодехнадзором. Наша экологическая служба будет осуществлять такие рейды на протяжении всего периода дачного. Плюс, вы абсолютно правильно заметили, мы будем убирать контейнерные площадки, которые находятся вблизи станции. Для того, чтобы не давать повода проводникам нерадивым выносить мусор из вагонов и сбрасывать их на нашу территорию. Пусть везут к себе. Там скорее даже не о проводниках, а о электричках. То есть они с какой-то территории везут туда, где удобно. Ну, с мэтичек, ну, говоря. С Пушкина везут. С Пушкина везут, остался. Вот, чтобы этого не было, мы эти удобства ликвидируем. Ликвидируем. У вас ли сами мусор в лесах, в основном, технадзор, да, и призывать жителей, откинув? Мы призываем, конечно же. Я уже отмечал, что жители – это наше все, во-первых. Во-вторых, жители – это наши глаза, уши, помощь, руки, в конце концов. Мы будем реагировать на каждую фотографию. Мы будем реагировать и привлекать к ответственности каждого, кто будет выбрасывать несанкционированно в неположенных местах мусор, сжигать ли его, складировать, закапывать. Если есть возможность у людей фиксировать эти моменты с номером машины, например, мы просим присылать это нам, мы будем реагировать. Будем очень жестко наказывать за такие вещи. С забором, под клещем. И уже можно наблюдать, как люди несут пакеты с мусором, после того, как они вокруг забора вкладывают и желудки. Это обрадует. Вычислить и оштрафовать этих нерадивых граждан, наверное, достаточно сложно. Как это вы поставили? Не сложно. Мы на сегодняшний день уже начали эту работу. Мы проводим рейды вместе, как я уже сказал, с сотрудниками полиции, с сотрудниками Госатомтехнадзора. Составляем протоколы об административном правонарушении. У нас сегодня есть несколько дел, рассматриваемых в судах. И, насколько я знаю, даже есть уже решение о привлечении административной ответственности. Будем штрафовать. Причем будем штрафовать по максимуму. У каждой площадки по участковому непосредственности. Две бригады. На сегодня полицейские, артитернодзоры, наш территориал. Две бригады с утра пошли в поля. Значит, у нас эта работа уже ведется. И, конечно же, мы не поставим у каждой помойки по полицейскому и по сотруднику Госатомтехнадзора. Но мы каждый день будем осуществлять патрулирование. Понятно, что всех мы не поймаем. Но постепенно... Мы, кстати, призываем и жителей многоквартирных домов нам в этом помочь. Если вы видите, что на вашу контейнерную площадку везут люди, не живущие в вашем доме, реагируйте на это. Потому что вывоз этого мусора оплачиваете вы. Вы оплачиваете этот мусор. Вам будет выставлен дополнительный счет. Но это возможно, если только удается зафиксировать, допустим, номер машины, которая привезла на строительный мусор. Конечно. Не только строительный, любой. Ну, машина, номер. Потому что, ну, человек, он задержать не имеет права, который сфотографировать его. Сфотографировать. Сфотографировать. Сфотографировать-то не сфиксировать. Конечно. А мы будем отрабатывать. Да, это большой объем работы. Но с чего-то нужно начинать. А на каждую площадку еще поедет камеря? Со временем. Со временем. Но я на полном серьезе приглашаю жителей поучаствовать в этой работе. Поймите одну вещь. Что любой лишний мусор, привезенный на территорию вашей контейнерной площадки, оплачиваете вы. Вы оплачиваете чужой мусор. Этого не должно происходить. По поводу чипов. По поводу чипов. По поводу чипов. Продолжение следует...